Назовутся поучение из восьмого тома. О терпении, обид и возрастании, любомудрия. Итак, если кто станет, осмеивает тебя, И вспомни о твоем владыке, Ему поклонялись с насмешкой, Его бесчестили словами и делами, Над ним много смеялись, А он не только не мстил тем же, Но за все вызывал противным кротостью и терпением. Ему-то и станем мы подражать. Через это мы в состоянии будем избавиться и от всякого оскорбления. В самом деле, не тот, кто оскорбляет, Но кто малодушествует и огорчается оскорблением, Бывает причиной оскорбления, Так как придает ему извинительность. Ведь если бы ты не огорчился, Оскорблений не было бы для тебя и оскорблением. А чувствовать огорчение от оскорблений, Это зависит не от тех, которые причиняют их, Но от тех, которые им подвергаются. Да из-за чего тебе и огорчаться? Если тебя оскорбили несправедливо, В таком случае приличнее всего не негодовать, А жалеть о том оскорбителе. Если же справедливо, То тем более надобно быть спокойным. Это я говорю об оскорблениях действительных. Если же кто станет укорять тебя за бедность, Незнатное происхождение, Ты посмейся над ним. Это служит бесчестью не для того, Кто слышит, но для того, кто говорит, Так как он не умеет любомудрствовать. Но когда это говорится, скажешь, В присутствии многих, Которые не знают истины, Тогда рана бывает невыносима. Напротив, тогда-то особенно это и выносимо, Когда предстоит пред тобой множество свидетелей, Которые тебя хвалят и одобряют, А того укоряют и осмеивают. Ведь у людей рассудительных Не тот пользуется почтением, кто мстит, Но тот, кто ничего не говорит в ответ на обиду. Если же между присутствующими Не найдется ни одного рассудительного, В таком случае еще более посмейся над своим обидчиком И порадуйся зрелищем небесному, Потому что там все тебя похвалят, Будут рукоплескать тебе и одобрять тебя. И в таких-то помышлениях будем упражнять себя. Нет никакого вреда в том, Когда мы промолчим в случае оскорбления, А напротив, вредно мстить за оскорбление. Если бы действительно было вредно В молчании переносить оскорбительные слова, То Христос не сказал бы, Кто ударит тебя в правую щеку твою, Обрати к нему и другую. Матфея 5 глава. Потому что, если кто скажет о нас неправду, Будем жалеть о нем, Потому что он навлекает на себя Наказание и мучения, Назначено за злоречия, И становится даже недостойным Читать Священное Писание. Гречник уже, говорит Бог, Что ты проповедуешь уставы мои И берешь завет мой в уставы твои, Сидишь и на брата твоего клевещешь. 49-й Псалом. А если бы он сказал правду, То и в этом случае он достоин сожаления. Ведь и фарисей говорил правду, Но тем нисколько не повредил тому, Кто слушал его, А напротив, еще принес ему хвалу, пользу, А себя самого лишил бесчисленных благ, Потерпев кораблекрушение от этого осуждения. Таким образом, в том и в другом случае, Кто оскорбляет тебя, Терпит вред, а не ты. Ты напротив, если будешь внимателен, Приобретешь сугубую пользу, С одной стороны, Ты умилостишь Бога своим молчанием, А с другой сделаешься гораздо скромнее, Найдешь в сказанных о тебе словах повод К исправлению своих поступков, И научишься пренебрегать славой человеческой. А ведь и оттого происходило для нас Огорчение, что многие крайне пристрастны К мнению людским. Вот если так мы захотим любомудрствовать, То ясно узнаем, Что все человеческое ничтожно. Научимся же этому, И сообразив свои недостатки, Станем мало-помалу исправлять их, Определить для себя, Исправить в настоящий месяц один недостаток, В другой-другой, А в следующий, затем другой, А еще и в следующий, третий. Таким образом, восходя как бы По некоторой родной ступеням, Мы достигнем неба по лестнице Иаковлевой. Мне кажется, Это лестница, Вместе с тем зрелищем, Какое видел Иаков, Указывает и на постепенное восхождение По лестнице добродетели, По которое можно взойти от земли на небо, Не по ступеням чувственным, Но через исправление и улучшение своих нравов. Аминь.